Привет, друг! Это игра PixArk. Ну, зачем я это даже говорю? Вы и так прекрасно познаете, что это игра PixArk. Продолжаем играть, и сегодня посвящу серию 70-му уровню, потому что я, наконец-таки, его получил. Ребята, это жесть. Но я нашел, как прокачиваться. Я просто стою и бью минотавров. Вот так вот. Довольно-таки экстремальный способ, но все-таки... Ну, я их не бью, я их расстреливаю. Что же у нас появилось на 70-м уровне? В Металлургии самый последний открылся слот. Это седло Рекса. Седло Рекса, собственно, седло на Бронтозавра. Да, ребята, его притом можно приручить просто с рук, кормя как бы ягодами, наверное, да? И седло платформы на Парацероттере. То есть на эту здоровую птичку. Что обязательно сделаем? Это в любом случае. Притом она по бокам, по-моему, светится. Ну, такое чувство. 90 железа нужно будет, это не проблема. А здесь удивительно, да? На 70-м уровне седло дается, которое делается и из дерева, и кожи. Ну, это просто жесть какая-то. Хотя бы там, ну, сталь была бы или еще что-нибудь. В промышленных навыках у нас открываются вот интересные моменты, конечно. Это металлическая стрела, которая, скорее всего, наносит более существенный урон. Композитный лук. Промышленный котел, который сжигает бензин для быстрого приготовления еды в крупных объемах. При этом варит супы, рагуи и краски. Фонарный столб. Многосторонний фонарный столб. Светильник на стену. Фабричный пистолет. Седло платформы на Кетцелькотле. А, седло платформы. Все, туда, ну все, понял. Стальные инструменты, что очень круто, но... Но... У меня есть инструмент уже вот такой вот. Вот такой вот. Да-да-да. Из лапки крота сделан. Притом, вот этот инструмент, он, допустим, медь уже с одного удара добывает. Да и железо... Нет, железо, по-моему, с двух ударов добывает. Посмотрим, что... Как будет стальная... Стальная кирка работать. Так, дальше у нас в промышленности же, да? Смотрели. Дальше у нас инструменты и... Железный костяной меч. Странный, да? И, опять же... Железная костяная рубашка. Ну, вообще, броня. Притом, я выбил вот как раз-таки с... Вот, смотрите, железные костяные перчатки. На 13,3 брони зеленые с минотавров. И в магическом... В магическом слотах появляется один слот. Всего лишь открывается седло каменного мега-дракона. Я даже не знаю, где он водится. Я его и не видел ни разу. Дальше вот здесь вот, кстати, дальше исполинские магические деревянные ворота. Это вообще неинтересно. И вот на 80-м уровне в магии открывается седло на стихийного голема. Стихийного, это именно вот, который такой в булыжник превращается, наверное. И седло на дракона-призрака. Интересно, вот каменного дракона где найти? Пишите в комментариях. Сегодня мы с вами скрафтим, скорее всего, все эти предметы. И запустим и промышленный котел, и также освещение установим у себя на базе. Ну, точнее, у меня на базе. Давайте посмотрим. Я скрафтил седло, как оно будет выглядеть, как оно вообще будет... Так, стоп. Вот так вот, наверное, да? Стоп. Окей, а как оно одевается? А, это парцеротерий. Господи, это же не то. Это я не то скрафтил, ребят. Это же на парцеротерии. Все правильно. Тогда я теперь... Теперь я понял, почему я удивился. Угу. Вот теперь я точно то скрафтил. Прям вообще размерчик такой прям отличный на самом деле. Очень интересно, как на нем будет строиться вообще вот эта вот вся база, да? То есть, я так понимаю, да, и мы по ней сможем ходить. И надо будет поэкспериментировать. Ну, лично мне уже надо будет попробовать здесь кровать поставить и вообще посмотреть, насколько здесь можно строить. Энергия очень медленно тратится. Если и тратится, не знаю, вот, кстати, вообще тратится она вот в полете. Так вот, и надо будет здесь что-то построить. Кровать поставить, да? Пару ящичков для перевоза. Ну, и как бы, наверное, даже какой-то подход, что ли, как бы сказать. Ну, подъезд, что ли, я так это назову, наверное. Потому что нужно будет как-то сюда заводить питомцев. В частности, мою боемашину элементария огня. Так, ребят, стальные предметы я скрафтил. Но теперь нужно проверить, да, проверить на чем-нибудь. Так как мы... Ну, да, я так и не сомневался, что, видите, эта кирка тоже, она бьет с одного. Ого-го! А вот это вот удивительно. Как видите, вот эта кирка из лапы крота, она даже магические кристаллы добывает. А ну-ка проверим сейчас вот эту кирку. Она тоже офигеть стальная. Так, есть железо с одного? С одного. Честно говоря, я сейчас в шоке прям. Круто! Круто! И... Ну, я не знаю, что сказать, потому что, похоже, они одинаковые. Вот такое ощущение, по крайней мере. Так, надо вернуться как-то обратно. О, красный. Мне красный нужный кристалл. Рубины прям вообще в огромном количестве. Моя лифтовая шахта. В одинаковом, похоже, они состояние, то, что и кирка из стали, и кирка из лапы крота, они, похоже, одинаковые. Ну, как видели. Так что, без разницы, наверное, кого выбирать. Потому что мощнее железа я не нашел руды, по которой можно было бы как-то, ну, наносить урон. Самый такой интересный для меня личный эксперимент, это композитный лук и арбалет с остальными стрелами. В этом я, честно говоря, немножко не вижу смысла, потому что, ну, вот, смотрите, у вас уже есть огнестрельное оружие, и вам дают лук. Единственный, наверное, смысл есть в том только, что... Так, а где мой арбалет? Есть смысл только в том, что, возможно, вы поленитесь создавать... А, вот арбалет лежит. Поленитесь создавать... Так, 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 поленитесь создавать, собственно говоря, патроны для своих винтовок. Похоже, ребят, нельзя... Вот эти стрелы... Да, видите, нельзя взять их в арбалет. Странно, странно. Ну, ладно. Так, давайте проверим хотя бы просто по... По выстрелам, так сказать... А, интересно, я вот по тебе смогу выстрелить? Урон пройдет? Эх, было бы круто, если бы урон проходил, а так... Не проходит урон. Так, надо найти какую-нибудь цель. Давай, вот, иди сюда, дружочек. 240. Ой, ой, ой. 120. Ну, вы прекрасно понимаете, что, конечно же, конечно же, композитный лук с такими стрелами выстрелил практически как винтовка. Ну, 240, это очень много, лично, на мой взгляд. Так что, можно будет полностью перелезать просто на композитный лук. Надо будет сейчас еще проверить, можно ли стрелять. А ты, стой тут. Если на тебя кто-то нападет, с радостью убей кого-нибудь. Надо будет сейчас еще проверить то, что можно ли взять стрелы с отравой, да, и использовать. Вот это тоже интересный момент. Давайте сейчас и проверим, использует ли у нас композитный лук стрелы с отравой. К сожалению, нет. Вот это и минус, и плюс, и вообще непонятно, как воспринимать. Да, конечно, ну, окей, окей, ладно, по-другому даже попробую сейчас. Магические стрелы. То есть, ну, это бред. Это бред, потому что других стрел у меня нету на композитный лук магических. И он идет только как оружие именно, ну, как сказать. Только для нанесения урона. Получается так. Жалко. Жалко, что он не многофункциональный. Это было бы куда лучше, конечно. Возникла тут небольшая проблемка. Проблемка. Проблема какого рода. Чтобы сделать стальной, точнее, костяной меч и костяную броню, нужны кости. И в невероятно большом размере. То есть, чтобы сделать... Это железное, да, это не то, по-моему. Или оно. А, ну да, вот. Чтобы сделать штаны, нужно 60 примитивной кости. Вы понимаете, сколько это? Это очень много. Там еще на штаны 60, на верх 60. И на перчатки, на ботинки, на шлем по 40. И еще наш сам меч 60. Это невероятно какое-то количество. И я вроде бы начал немножко фармить и потерял, к сожалению, элементарий огня. Но потерял его в схватке с... Как же он? Трехглавый Цербер. Вот. И это, конечно, печально. Ну ладно, ничего страшного. У меня есть пистолетик, который появился. Давайте его промодернизируем. Вообще посмотрим, что это за пистолет. Как он у нас идет в модернизацию. И что он требует для модернизации. Посмотрим. Требует он железа. С железом вроде бы у меня не должно быть проблем. Надеюсь, он только железа требует, ну, чтобы несколько раз не бегать. Ну, вот возьмем соточку, допустим. Еще потом надо будет накопать, принести. Так, готово. Запускаем модификацию. Сразу я буду ставить вторую модификацию, потому что она, ну, в любом случае, круче. Хотя, давайте посмотрим и эту. Ну, видите, понижается. То есть повышается урон и точность. Нифига, ствол. Вот это ствол. Так, потом... Оружейный каркас. Похоже. Оружейный каркас, не знаю. Это, скорее всего, с это... Так, полимеры. Второе сразу. Это самый лучший грейд. Поэтому сразу второе буду грейдить. Так, а у меня есть дополнительные полимеры? Хоть бы они были, а где-нибудь. Хоть бы они где-нибудь были, мне не пришлось бы их крафтить. С полимерами вообще проблема, на самом деле. Их, ну, всегда не хватает. Их всегда не хватает. И, похоже, у меня с ними... Не, фу, слава богу. Слава богу, есть. Потому что нужны кости, чтобы превращать их в труху. Да, то есть из них делать как раз-таки полимер вместе с глиной. Так, ставим второе. Проапгрейдживаем устойчивость и лимит перегрева. Ну, у нас вот здесь какой-то апгрейд появился визуально. И плюс три вместимости. И скорострельность, по-моему, повысилась. Так, зачарование. Зачарование, наверное, можно сделать. Какой-нибудь, знаете, камень темный. Камень магии. Давайте-ка я его и поставлю. Потому что он, мне кажется, будет интересный. Хотя... Хотя... А он у меня вообще есть. Должен где-то быть. Хотя, мне кажется, все-таки огонь лучше всего в данном случае при оружии. Ну, слава богу, есть. Я бы сейчас просто смеялся, если бы не было. Так. Ставим, 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 ставим. Зачарование. Все, вот так он выглядит довольно-таки прикольно. Система очень странная, конечно. Вот эта вот передача именно... Видите, я сюда должен был перекинуться, а не вниз. Ну, ладно. Сколько у нас получается? 16 патрон. Так, ну-ка, давай-ка. Чего? Что? Что, простите? Что? Что, что, что? Нет, я что-то, наверное, не понимаю. Так, давайте сейчас проверим. Э-э... Вот, 89. Э-э... Это как? О, во! 71? 71. Э-э... 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 Серьезно? А-э-э... Э-э... Э-э... Это как это было? Господи, да успокойся ты, может быть, а? Уже успокойся. Я-я-я же сейчас заведу кого-нибудь. Похоже, он не успокоится. Надо его сожрать, что ли. Или нет? А, успокоился. Теперь только вопрос. Да что ты будешь делать? Давай, слезай. А если я зачарую на огонь? Ну-ка, давайте вот прямо сейчас попробуем это сделать. Пока этот синий не уперся далеко. Если я зачарую сейчас на огонь, быстренько, да? Оп. Есть. Перезаряжаем на огонь. Готово. Где ты там? Также 71. Честно говоря, не понимаю, в чем суть. И почему здесь по 280 стреляло? Тоже 890. Так, ладно. Не знаю, честно говоря, не... Не представляю. Поэтому по 89. Не понимаю, почему так произошло. Но неплохо, на самом деле. В плане того, что он скорострельный, стреляет быстро. Но по мне, конечно, винтовочка помощнее. Плюс я же не буду перестреливаться с кем-то, знаете, из-за угла или еще что-нибудь. ПВП здесь нету, поэтому пистолет мне не пригодится. Я буду также продолжать пользоваться винтовочкой. Просто сверху с какого-нибудь обрыва расстреливать, куда до меня не могут добраться враги. Окей. Окей, дальше. Смотрим вот это устройство, которое нам дается. Это типа пароварки или еще что-нибудь типа такого. Где она там? В промышленности, по-моему. И, честно говоря, я немного не понял. Так, в промышленности, да. Вот этот промышленный котел. Так, ну что я могу первое сказать? Выглядит клево, конечно, да, все клево. Смотрим рецепты. У нас здесь суп из побегов бамбука, морковный суп, хлеб и трюфельный суп. Как бы это объяснить? Смотрите, есть такое устройство. Вот просто я сейчас попытаюсь вам объяснить, ну как бы, мои мысли, да. Вы уже напишите, может быть, в комментариях, я вот прав, не прав, или, может быть, я что-то не понимаю. Читаем еще раз. Жигая днезин, кладите сюда различные ингредиенты, чтобы готовить супы, рагу и краски. Окей. Окей. Супы, рагу и краски. Где здесь готовятся краски? Еще там приписка есть такая небольшая. Сейчас быстренько тоже посмотрим. А, это в промышленности постоянно путаю. Сжигает днезин для быстрого приготовления еды в крупных объемах. Может быть, выход одна... То есть, с одного ресурса выпадает там две еды. Может быть, в этом фишка. Во-первых, краски здесь, как видите, нельзя делать. Вот я специально сделал стол, который делает краски. И вот здесь делаются краски. Они делаются из воды, из угля там, да, и из ягод подходящего цвета. Здесь такого нету. Дальше. Смотрите, что здесь делается, да. Ну вот суп из побегов бамбука, морковный суп, хлебный там, хлеб, да, и трюфельный суп. Есть вот такая вот кастрюля, которая дается нам, по-моему, там, ну, на десятом каком-то уровне. Вообще, в самом начале практически то же самое. Но вы видите, то же самое приготовляется. Да, кто-то может сказать, что, возможно, здесь быстрее все это приготовится, но в чем профит? Понимаете, семидесятый уровень, какой-то там десятый или пятнадцатый, даже двадцатый. Это, типа, большая разница, большая разница. В пятьдесят уровней разница. И в чем прикол вот этого станка? Я не знаю, может быть, он не доделан или не до конца еще реализован в этой игре. Но очень странно. Такая махина, электричество, да, вот вы, электричество, наконец-таки. Может быть, какой-то прибор будет работать от электричества, но нет. Немного перепутал. Написано же, не от электричества, а от топлива работает. Вдвойне странно. Давайте что-нибудь сделаем. Ну, к примеру, ну, к примеру, из трюфелей, да, сделаем. Потому что у меня, по крайней мере, есть трюфель. При этом, при всем, очень неудобно, что даже в это устройство нельзя подать воду, да. То есть, придется ее таскать в баках. Включаем. Давайте сделаем один... Это быстро? Это быстро? Так. К примеру, давайте сейчас здесь замутим это. Потому что это очень странно. Вот это быстро? Вот это, ребят, ну, ладно. Сейчас, давайте проверим. Окей, готово. Включаем. Давайте еще трюфель и воды нужно набрать, да. К сожалению, вот... Ой. К сожалению, вот надо обязательно погружаться. Самый бред, по-моему, да. Что нельзя от водопровода, от своего, собственно, набрать во флягу воды. Вот это очень странно. Может быть, конечно, что-то изменили, но, по-моему, нельзя было. Так. Что вот здесь нам нужно запустить костер. И делаем одну. По-моему, точно-точно так же. В чем прикол? И в чем суть вот этого устройства на 70-м левеле, при том, который стоит не очень-то дешево, я не понимаю, ребят. Похоже, суть в том, что оно сжигает просто-напросто топливо, вот и все. И вот сейчас докрафчивается освещение, которое у нас появилось. Это вещь, наверное, которая вот в самом начале, на мой взгляд, должно появиться не печки электрические, не еще что-то такое, а вот... Да хотя печки электрические. У нас вообще ветряк появился, да, и потом только появилось какое-то электричество. Так вот, освещение, электрическое освещение, на мой взгляд, это самая вещь, которая должна была, ну, вот прям в самом начале, так сказать, появиться. Так. Вот, давай тебя снесем как раз-таки. И здесь распредел... Кто-нибудь может объяснить, что вот с ним стало, и он... Ну, ладно. Поставим распределительную коробочку. Кстати, раньше она выглядела по-другому, это точно. И поставим... Вот первое, что мне хотелось бы, это прожек... Ох, нифига он какой-то, посмотрите. Да, давайте его где-нибудь там наверху поставим, чтобы... Чтобы он так хорошо смотрелся. Надеюсь, получится его установить куда-нибудь вот сюда вот, и... Так. Ну-ка. Так вот. Оп-оп. Ну, допустим, вот так вот. Так ты же должен работать, нет? Что-то, похоже, электричество не поддается, да? Да, похоже, электричество не поддается, ребят. Знаете, забавный момент? Я вот здесь вот такую вот освещалку поставил, и она работает. Не знаю, от чего она работает, но она работает. Пожалуйста. И освещает она очень ярко. Хоть сейчас уже и утро, но посмотрите, как она освещает. Вот давайте вот здесь сейчас еще факел уберем. Посмотрите, как освещает. Прям офигеть. Так, а вот на эту штуковину почему-то не хватает напряжения. Такое вот ощущение у меня, что напряжения туда не хватает. Сейчас мы попробуем еще немножечко сделать. Замутить кое-что. Да почему она винтовку-то достает у меня постоянно? Притом у меня винтовки нету на хот-баре. Так. Видите, 25 требуемое напряжение. Обесточено написано. Неужели ветряк всего лишь 25 электричества вырабатывает? Серьезно, что ли? 800. Требуемое напряжение 800. Наверное, вырабатывает 800. Или чего? Черт, как это работает. Ну, видно, что ветряк не работает. Он не крутится. Создал энергогенератор. И посмотрите. Его можно... Вот так вот нельзя ставить, да? Но... К стеночке вот не ставится в упор. Видите? Давайте вот здесь его поставим. И... Сразу он через провода проходит. И, по-моему, здесь у него, смотрите, подключение... Подключение нефти есть. Или что-то... Интересно, он напрямую от нефти работает? Или... Нет, требуется бензин. Хм. Очень странная система. Ну-ка, давайте его... В него бензин заложим. Сейчас посмотрим. Мне интересно, на самом деле. Смогу ли я прожектор запустить? Потому что я уже, ну, в упор ему подвел... Так. Включить еще больше напряжения даем. То есть он заработал, как бы... Понятно. Зеленая лампочка. Опять мне пить хочется. Так. И прожектор, опять же, не работает. Я не знаю, почему он не работает. И что с ним... Да что... Потому что ты винтовку-то застаешь. И что с ним нужно сделать? Потому что, как видите... Может быть, его нужно... Нет, обесточено написано. Хм. Ладно, окей. Окей, есть еще один предмет. Вот это вообще работает. Вот даже здесь розетки рядом нет. Сейчас и проверим. Есть вот еще такое. Многосторонний фонарный столб. Давайте его возьмем. И попробуем где-нибудь вот здесь как раз-таки и установить. Обесточено. Хм. Смотрите. И вправду обесточено. И почему-то обесточено. Непонятно. Почему. Хм. Такое чувство, что не хватает напряжения. И провода не проводят напряжение. Вот, вот какое ощущение. Ребята. На этом, наверное, я буду заканчивать. Потому что костяную броню железную я вас не смогу показать. Потому что ибо мне придется часов 8 заниматься тем, чтобы тупо нафармить кости. Постепенно наберу. И, может быть, покажу полностью. И дальше, дальше буду качаться, развиваться и приручать и таймить новых существ. Спасибо за просмотр. Удачи. И пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok